Новая волна 2021 была полна сюрпризами. И она была полна сюрпризами от Димаша. Димаш на этом фестивале представил несколько новых композиций, среди которых его новая песня Fly Away. И перед тем, как начнется это видео, хочу всем порекомендовать подписаться на этот канал, чтобы не пропускать интересные истории и быть в курсе всех музыкальных событий. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас. Также вы можете стать спонсором нашего канала, тем самым вы поможете делать нам более качественные и интересные видео. Становитесь спонсором по ссылке, которая будет в описании. Так вот, на открытии фестиваля «Новая волна» Димаш презентовал новую композицию в восточном стиле «Стрэнджер». Кстати, на моем канале есть видео, где я рассказываю об этой композиции и делаю анализ его вокала. Я всем советую посмотреть этот ролик. И вот на дне премьер Димаш представил совершенно новую, другую композицию, которая называется «Fly Away». Песня очень танцевальная и зажигательная. Когда Димаш вышел на сцену, весь зал ему аплодировал. «Fly Away» А когда началась музыка, я поняла, что сейчас будет что-то очень интересное. Первый куплет Димаш пел очень нежным голосом, практически на субтоне. Из-за этого вокального приема его голос звучал очень чувственно и нежно. А потом ритм настолько резко поменялся, и Димаш стал петь что-то похожее на рэп-куплет и что-то похожее на стиль музыки Майкла Джексона. Мне кажется, кстати, такой стиль очень подходит Димашу. Потом Димаш опять очень резко перешел на низкий бархатный голос. Но Димаш на этом не остановился. Когда начался припев, он перешел на высокие ноты и пел их очень громко и очень мощным и плотным голосом. Вообще, я не устаю удивляться Димашу, как он ловко в себе сочетает всевозможные тембры и как легко он переключается с регистра на регистр. А это, поверьте мне, очень сложно. Сама музыка очень приятная. Она танцевальная, зажигательная и сразу же поднимает настроение. Кстати, эта песня обращена к молодежной аудитории. Эта песня открывает путь к свободе и поиску себя. Вот о чем поет Димаш. Я улетаю, чтобы найти свой путь. Освободи меня, я хочу улететь туда, где никто не сможет контролировать меня. Я ищу что-то большее, я улечу далеко, чтобы найти свой путь. Эту прекрасную композицию для Димаша написали казахстанские авторы. Композитор Иделжан Габасов, а вот слова написала его бэк-вокалистка, которую зовут Джордан Аракелян. В этот раз перед нами Димаш предстал в образе модного парня. Он был в белом костюме и в белой шляпе. У Димаша очень приятный тембр и песня звучит очень современно. А вы только посмотрите, как он грамотно взаимодействует с танцорами. Мне очень понравилось то, как был поставлен его номер. Димаш пел, но в то же время взаимодействовал с танцорами. Он как бы танцевал и двигался, но хочу обратить ваше внимание, что его тело движения совершенно не мешали его голосу, а это очень важно. Потому что некоторые артисты выходят на сцену, пляшут, скачут и забывают, что во-первых, как бы, надо как бы петь, а уже потом плясать и скакать. Во втором куплете Димаш добавил еще больше придыхания, и из-за этого его голос звучал очень нежно и плавно, как будто бы он исполняет какую-то колыбельную. А в припеве он опять показал свои вокальные данные и показал, какой у него сильный и мощный голос. Мне очень импонирует то, как Димаш сочетает в себе всевозможные вокальные техники. Вот он поет низкие ноты на субтоне. Применяет вибрато. А потом он резко переходит на супервысокие ноты, но поет их очень громко и плотно. И какой у него восхитительная вибрато. Димаш действительно профессионал своего дела. Кстати, переходы были настолько яркими от низкого голоса к высокому, что когда он делал эти переходы, весь зал ему аплодировал. Конечно же, публика приняла его номер на ура. Но самое интересное произошло после его выступления. Когда он закончил петь, к сцене побежала огромная толпа фанатов и поклонников. И вот у них было такое огромное количество букетов цветов, что у Димаша просто не хватило рук. И ему помогали собирать цветы танцоры. Вот так сильно Димаша любит его аудитория. Мне кажется, это дорогого стоит. Мне очень понравилась его новая композиция. Я всем советую ее послушать. Пожалуйста, напишите в комментариях, а как вам новая песня Димаша? Вам она понравилась или нет? Пожалуйста, напишите ваше мнение. Мне будет очень интересно его узнать. Не забывайте ставить лайк, писать комментарий, а также обязательно подписывайтесь на этот канал. И до скорой встречи!